Знаменитая уже почти на весь мир, почти голая вечеринка, закончилась отрезвляющим душем для российской культурной, если хотите, элиты. Какое отношение они имеют к культуре или калитарности, сказать проблематично, тем не менее российские звезды и артисты продолжали вжить парадигме, что все будет как раньше, что можно просто не лезть в политику, не лезть в войну ни в каком виде и можно и дальше прожигать жизнь на гигантские деньги от гонораров от государственных и окологосударственных компаний, ну или даже от частников, хотя кто в России сейчас является полноценным частником, сказать проблематично. В общем, они считали, что война действительно где-то там, и что уж если они не лезут, не рассказывают, что война это ужасно, не призывают ее остановить, то с ними никто ничего не сделает. Проблема в том, что они пропустили мое недавнее видео, которое выходило, по-моему, 1 декабря, где я бил тревогу и говорил, что всем людям в России нужно приготовиться, потому что Владимир Путин, очевидно, взял курс на свое извращенное представление о некотором традиционализме, на том самом выступлении на Вселенском соборе, помните, где Путин выступал между двух Иисусов. Независимо от того, насколько сам Путин не соответствует образу благочестивого христианина, независимо от того, сколько у него любовниц внебрачных детей и стриптиз 6 в его дворце, всем остальным людям надо, по крайней мере, публично выражать полное благочестие и, собственно, не заниматься никаким эпатажем и чем-либо, что отличается от курса, который установлен страной. Основное отличие диктатуры от просто там авторитарного общества, симулирующего демократию, заключается как раз в том, что в диктатуре ты наказываешься за все, что отклоняется от заданного поведения, в отличие от других обществ, где ты наказываешься только за конкретные проявления. Проблема диктатуры, что ты об определенном моменте даже не знаешь, где именно тебя подстерегает мина, и ты должен с осторожностью ходить вообще по всему пространству своей страны или, в принципе, культурному пространству целиком. И, собственно, на это и напоролись участники злосчастной вечеринки. И то не все. Среди равных есть те, кто равнее. Взяли, как на подбор, именно тех, кто наиболее заметен. Взяли Филиппа Киркорова, который, судя по всему, не то чтобы прям активно в этой вечеринке участвовал. Он есть на нескольких фотографиях и видеозаписях, но не сказать, что он прям активен. Лолита, которая проявляла себя довольно раскованно на этой самой вечеринке. Ивлеева, которая, собственно, застрельщица этой самой вечеринки. Ну и Собчак, которая, ну, в роли нового Чубайса, насколько я представляю. То есть, что бы ни случилось, виновата Собчак. Я, в принципе, тоже небольшой фанат Собчака и считаю, что она много в чем виновата. Но вот, значит, когда из нее складывается образ буквально нового Чубайса, она виновата и в привлете по БДК Новочеркасск, и в вечеринке, на которую она просто пришла. Причем, ну, по сравнению с остальными в довольно целомудренном наряде, это выглядит уже, так скажем, несколько иронично и смешно. Ну и Билан, которого вообще, по-моему, нет ни на одной фотографии. Уж не знаю, зачем его в эту компашку добавили. Но мы совершенно очевидно видим некое политическое решение. И, собственно, почему я вообще решил записать об этом ролик, хотя игнорировал весь хайп вокруг этой вечеринки, даже в момент, когда Z-каналы провались так, как не рвались никогда раньше. Нужно посмотреть на хронологию восприятия этой вечеринки, и в какой момент все поменялось. В какой момент вот это возмущение движения 40-40, 50-хвостов, не знаю, 60-40 и всего остального, когда вот это возмущение маргиналов и вечно ноющих про то, что российская сцена и все прочее не поддерживает войну сборища нытиков Z-каналов, когда это превратилось в реально кадыровские практики с изменениями на камеру, с отменой концертов, с отменой рекламных контрактов, с удалением и вычеркиванием буквально, как со сталинских фотографий из новогодних огоньков и телепередач. Вот в какой момент все изменилось и почему изменилось, и что это теперь нам говорит о нынешнем периоде диктатуры в России, и почему каждый должен обратить на это внимание и еще раз пересмотреть тот ролик от 1 декабря, который я выпускал про Путина, и, собственно, извлечь уроки оттуда и из того, что мы обсудим с вами сегодня. Потому что эпоха диктатуры, эпоха диктатуры внутри страны, внутри вашего поведения, в вашей постели, в вашем поведении, она только начинается и будет набирать обороты очень и очень активно. Несмотря на то, что абсолютно все понимают, что абсолютно всем в этом государстве насрать на то, кто в каком наряде, где появляется, что это не является настоящей проблемой государства, и что те даже попы, которые кричат о том, как это бензрастно, кстати, почти не кричали. Заметили? Ну, типа, не было такого, что вышел патриарх такой «О, Анастасия, влево, будь ты проклята во веки веков!» Не было же такого, да? Взмущались в основном те, кто сам непрочечно колбасится на корпоративе, хряпнуть в водочке, особенно вот эти вот все зет-военкоры. Я-то слежу за ними активно, слушайте, но они там нажираются почти постоянно и начинают какую-нибудь ахинею нести. В общем, никто из них не является каким-то примером морального облика, даже по меркам нынешнего домостроя. И вот именно они, значит, как-то начали активно-активно на все это реагировать, и в итоге их возмущение каким-то образом привело к тому, что действительно всех наказали. И звезды даже первой величины теперь записывают покаянные видео, которые, кстати, им вообще не помогут. В общем, обо всем этом сегодня поговорим, о политической части происходящего и о мифах, которые вокруг этого вертятся. Вы на канале Майкла Наки, если нет, то переходите, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Начнем с того, какие эмоции по этому поводу испытывать. Ну, потому что есть какая-то большая дискуссия, что вот смотрите, эти уехавшие злорадствуют, а вот, значит, достойно ли и этот сопереживание, достойно ли и этот сопереживание. Слушайте, я не люблю полицию эмоций. Каждый может испытывать любую эмоцию, какую захочет. Хотите вы позлорадствовать, что, не знаю, какой-нибудь Филипп Киркоров, значит, наконец-то, не знаю, получил за то, что ему казалось, что он неприкасаемый, он оказался прикасаемым. Ну, позлорадствуйте. Хотите, собственно, чтобы те, кто рассказывал, как все хорошо и замечательно, и как они никогда никуда не уедут, а те, кто уехали дураки, как они теперь слезно извиняются на камеры, молят о пощаде и теряют свои контракты, тоже позлорадствуйте. Имеете полное право. Вы хотите, посопереживайте. И в конце концов, там не только подонки есть, да, не только двуличные лицемерные люди. Там есть и люди, которые оказались слабее, чем могли бы быть, да, пошли на компромиссы, но, тем не менее, скорее всего, они относятся к происходящему, примерно мы понимаем как, да. Это не так важно, с какой эмоцией вы к этому подходите, потому что эмоции здесь вообще не очень важны. Важны структурные изменения в обществе, на которые необходимо обратить внимание, как минимум для того, чтобы принять рациональные решения. Потому что, знаете, в России сейчас царствует идея о том, что есть война и есть Россия. И две эти вещи не пересекаются. И на самом деле это большое заблуждение, потому что с каждым днем этой войны, с каждой неделей этой войны, с каждым годом этой войны отпечатки на Россию накладываются все больше и больше. Это влияет на жизнь каждого россиянина, даже того, который мечтает об уничтожении Киева, даже того, которому плевать, даже того, который вернулся там, не знаю, в Москву из эмиграции, говоря, ой, мне не понравились какие сервисы есть там, я не знаю, в Армении, Казахстане или еще где-то. Я вот лучше в Москве, да, война, но тем не менее, не знаю, доставка тут быстрее или клубы тут ночные получше. Вот все люди должны понять, что война будет проникать в каждую часть жизни, что не получится от нее отвернуться. Не в том смысле, что там, я не знаю, Анастасию Влееву призовут на фронт. Нет, ни в коем случае. Дело в том, что до этой войны нужно обоснование, до этой войны нужна парадигма, в рамках которой государство эту войну сможет вести. И что нужно для Владимира Путина и его государства, чтобы эту войну продолжать вести? Тотальный контроль, тотальное подчинение, идеологизация такого уровня, в рамках которого никто не сможет воспрепятствовать желанию Владимира Путина убивать людей на территории чужой страны. Владимир Путин может продолжать вести войну в условиях падающей экономики, в условиях потерь, в условиях тотальной неопределенности, только при условии, что он не будет встречать никакого сопротивления. И для того, чтобы этого достичь, ему нужно максимально ослабить все общественные институты. Какие общественные институты? Воскликните вы, Майкл. Во-первых, мы говорим о голой вечеринке, а во-вторых, в российском государстве все институты давно уничтожены. И да, и нет. Дело в том, что когда мы говорим с вами про институты, сразу в голове возникает образ, не знаю, там, парламент какой-нибудь, да, или там гражданское общество или прочее. Это-то все давно уничтожено и выморано. Однако есть отдельный вес отдельных персонажей, отдельных институций. Ну, например, в России очень любят актеров, артистов и всех остальных. Почему их используют в рекламе и даже в выборах, в выборах в президенты? Почему доверенными лицами делают актеров, артистов и прочее? Потому что люди им, что называется, доверяют. Доверяют их словам, доверяют их оценкам. Так делать, кстати, нельзя. Нельзя просто доверять какому-нибудь человеку просто потому, что у него известное лицо. Это тупо и неэффективно. Однако это правило, которое давно действует. Задача власти сделать абсолютно всех артистов подконтрольными. А что для этого необходимо? Для этого необходимо показать их место. Дело в том, что у многих людей, которые относят себя к какому-то такому привилегированному классу внутри России, есть представление, что они самостоятельны, что они независимы. Что с ними сложно что-то сделать. В них куча денег, связей, знакомств их знает вся страна. Государство в очередной раз демонстрирует, что это не панацея. Причем демонстрирует сразу на нескольких категориях. На категорию Филиппа Киркорова, типа неприкасаемая звезда. Самого высокого полета. Если звезда выше, чем Филипп Киркоров в современной России, да надо поскрести еще, посмотреть для того, чтобы найти. То же касается и молодежи, которые же в ютубе. А значит рекламные контракты не так важны, а значит доступ к телеку не так важен для них. Они более независимы, как будто считают сами эти блогеры. Но это не так. Оказывается, что все они на денежном крючке. Что стоит немножечко пошевелять пальцами. И все они останутся с голой ж... И уже без подвески на ней за 23 миллиона рублей. Как вообще развивались события? Давайте вспомним. Ну, во-первых, вокруг этой вечеринки ходит много мифов. Их хотелось бы развеять. Это не была ни в коем случае закрытая вечеринка. Как об этом говорит Собчак или еще кто-то, это, конечно, уже постфактумное вранье. Они просто пытаются найти способ в этих своих извинениях и оправданиях выставить все так, что типа в чем-то вот ошиблись, но не совсем во всем. Это не так. Вечеринка была не просто не закрыта, она была публичной. На этой вечеринке были средства массовой информации, вот этого гламурного лоска. Там Муз-ТВ был, канал Жара, чем бы это ни было и прочее. Я когда смотрел разные видосы, не те, которые все смотрели, а я нашел нескольких участников вечеринки в их соцсетях. Опять же, тех участников вечеринки, про которых немного говорят. Ну, там, например, блогершу Сашу Спилберг я нашел, там нашел ее соцсети и посмотрел. И там все видно как раз, потому что она рассказывает, как она ездила на эту вечеринку. Ну, блогеры так часто делают. Там была красная ковровая дорожка, точнее ее аналог. Там были буквально корреспонденты с микрофонами. Они все это снимали. Там были выступления. Ну, то есть, это не то, что собрали, знаете, там, таким тайным шабашем каким-нибудь. Значит, нет, это все было публичное, открытое мероприятие, у которого даже спонсор был. Спонсором была платформа, как она называется, ну, что-то такое. Короче, какая-то дочка МТС, из которого они бренд пытаются сделать. Поэтому, кстати, МТС и сразу расторгли контракт с Ивлеевой, когда пошла уже там серьезная, что называется, пьянка. Потому что они, как бы, очень хотят, чтобы никто не вышел на них. Что они тоже, на самом деле, принимали, мягко скажем, участие не просто в этой вечеринке, но в ее организации. Короче говоря, это было публичное мероприятие, при этом довольно обычное. Ну, давайте честно. Ну, не было на этом мероприятии ничего такого невероятного, чего бы никто никогда не видел. Как обычная тусовочная Москва. Слушайте, там одеты люди, как одеты в большинстве клубов и большинстве видеоклипов, собственно, этих же артистов, которые на этой вечеринке были. И более того, даже в клипах тех артистов, которые эту вечеринку осуждают. Ну, ничего там необычного не было. Ну, там, окей, кого-то впечатлил этот парень, там, значит, с носком на члене. А, окей, эпатаж. Ну, на этом, пожалуй, все. Что там, типа, грудь, блестки, вот это все. Ну, опять же, обыденные явления, уж не говоря про какую-нибудь Москву нулевых десяток, где такое вообще на постерах висело кругом. Да, поэтому никакой специфики в этой вечеринке не было. Говорят, пир во время чумы. Ну, действительно, пир во время чумы, но этот пир во время чумы уже два года происходит. И не только в Москве, но и во многих других городах России, особенно во время праздников. До половины пишущих комментариев в интернете про это сами вернулись с перепойного корпоратива, где все-все хлапали и друг друга обблевывали. И многие оставались без рубашек в какой-то момент. Давайте говорить уже честно. То есть, никакого специфического вот чего-то необычного в этой вечеринке не было. Почему это важно понимать? Для того, чтобы понять посылы, которые теперь транслируются, и в какой момент все пошло, значит, по одному месту. Итак, прошла эта вечеринка. Прошла, ну, видимо, успешно, да, там что-то все, все разъехались. Опять же, гости, которые туда приходили, от Киркорова до Собчак, не воротили нос, снимались, фотографировались, опять же, шли по этой красной дорожке, ползали по этой красной дорожке, как Валита Вилявская, их фотографировали, все это выкладывали в соцсети, все это выкладывали в своих сторис. Никто ничего не стеснялся, ничего не смущался, потому что, опять же, все это было абсолютно обыденно. На следующий день, когда фотографии с этого начали появляться, люди начали возмущаться. Ну, как люди? Зет-военкоры, на самом деле, говорят, вот, нам не хватает мавиков на форуме, а здесь опять трясут голыми, причем это возмущение тоже было довольно будничным. Да, оно было больше, чем обычно, но, опять же, все эти слова уже тысячу раз говорили, эти же люди тысячу раз костерили Киркорова, костерили Собчак, там и прочее, ничего в этом не было нового. Ну, все поржали несколько дней над тем, как Зет-каналы порвало, и поехали дальше. Даже сами эти Зет-каналы говорили, что ничего не поменяется, и все равно все будет так же, и так из раза в раз. Они сами прекрасно понимали, что их возмущение ни к чему не приведет. Даже Анастасия Ивлеева, которая проснулась на следующий день с очевидным похмельем, написала, типа, «Уй, да пошли вы все нафиг, вечно будут вот эти бурчащие недовольные», и прочее, прочее, типа, «Мы молодцы, выйдите в ***». Так же выглядели и комментарии от других участников этой вечеринки, никто не придавал этому особое значение. Более того, на следующий день прошла вторая часть вечеринки, которая тоже спокойно себе прошла. Туда приехали менты, что-то посмотрели и уехали в Освоясе, ничего не произошло. Второй день вечеринки тоже прошел, как по маслу, никаких налоговых, я не знаю, там, отмен контрактов, ничего этого не было, абсолютный голяк. Единственное, пожалуй, что происходило на первом этапе, это вот то, что вот этого рэпера, значит, носком, его к 15 суткам приговорили, и то над этим тоже все посмеялись, он сам это отметил. Единственное, отдельно там можно сказать, что иронично выглядело его наказание за ЛГБТ-пропаганду, потому что он там сам говорит, я, говорит, никакого отношения к этому не имею и прочее. Но это, опять же, показательная история, что все законы, которые даже, как вам кажется, не будут применяться против вас, все равно будут применяться против вас. И проблема в отсутствии права как такового, а не в том, что интересует вас против кого принимается закон или нет. Типа, по закону живут либо все, либо все живут без закона. Третьего не дано. И вот дальше пошли уже процессы, которые начали выглядеть нетипично. А именно, начали ползти слухи о разрыве контрактов, начали появляться целым ворохом извинения от этих известных людей с этих вечеринок. Покаяние принес Киркоров, Билан, Собчак, Лолита. Наверное, в скорости еще кто-то принесет. Ивлеева как раз. Ивлеева-то вообще успела два раза покаять. С первый раз она записывалась еще в более-менее нормальном настроении. А потом уже там все. Она там 20 минут плачет на камеру, в свитере чуть ли не из брата. Все понятно. Ну, видно, что на самом деле тяжело ей все это дается. Видно, что она не особо все это ожидала, что на нее много свалилось. И ее решили сделать козлом, козлихой, козлой отпущения. И по ней пришелся такой максимальный удар. Что поменялось? Что произошло? А складывается впечатление, что произошла очень простая вещь. Это в том или ином виде это добралось до Путина. Как вы знаете, Владимир Путин не сидит в Инстаграме, не сидит в Телеграме, не смотрит Ютуб, поэтому ни с том ни духом ничего про эту вечеринку не знал. Издание БАЗа пишет, что недавно Путин принимал участие в награждении военнослужащих медалями «Золотая звезда» – Героя России. И, короче, кто-то из военнослужащих возмутился по поводу этой вечеринки, судя по всему. То ли в сетях, то ли где-то, то ли еще как-то. Х** его знает, подробности они не приводят. И, значит, Путин это увидел и решил разобраться. По данным БАЗа, до участников вечеринки довели, что у них теперь будут большие проблемы. Филипп Киркуоров, как самый авторитетный засветившийся в Мутоборе, попытался сгладить свое участие. Ну, я думаю, вы все это видели, когда он Пескову объяснял, что я там вообще дверью ошибся, не на то заглянул и прочее, прочее. И тут кажется, что же тогда произошло, Майкл, получается? Владимир Путин, родитель семейных операционных ценностей, узнал про это безобразие и велел всех наказать, потому что это задело его до глубины души. Не совсем. Но точнее как, вполне возможно, что до Путина эта информация действительно дошла. И вполне возможно, что Владимир Путин решил воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы провести вот то самое, о чем я рассказывал 1 декабря. Чтобы довести до всех и каждого, что теперь все действия должны укладываться в линию партии. Что все должны максимально зашкериться. И теперь нет варианта соблюдения вот этого общественного договора. До начала войны полномасштабного вторжения России в Украину мы с вами обсуждали, что общественный договор выглядел очень просто. Вы, граждане России, не лезете в политику, а государство не лезет к вам. Ну, если, конечно, просто менту на улице не понравится ваша рожа, то он вас убьет. Но в целом к вам не лезут. Живите на серые доходы, занимайтесь чем хотите, только тихонечко, чтобы это не появлялось в публичном пространстве, чтобы это не пересекалось с политикой российского государства, в том смысле, чтобы это ей не мешало. Не мешало Путину и его дружкам воровать. С момента начала войны ситуация изменилась. Людей начали призывать и заставлять что-то делать, потому что обычный договор больше не действовал. Он больше не удовлетворял потребности нынешнего российского государства. Но многие звезды решили, что их это не касается. Конечно, те, кто пошли по политической дорожке, те, кто выступили против войны, сделали это активно, те, кто очень рьяно выступили против власти, они лишились всего. Они лишились контрактов, они лишились возможностей своих передач, и, значит, были вынуждены эмигрировать и прочее, и прочее. Но другие звезды, они и остались. Они решили, что окей, мы просто замолчим, просто продолжим заниматься своими делами и делать вид, что нас это не касается. И да, годами повторяли известную фразу, что когда пришли за коммунистами, я молчал, я не был коммунистом. Когда пришли за евреями, я молчал, я не был евреем. Когда пришли за мной, уже некому было за меня заступиться. Но никто не воспринимает ее всерьез, пока не прочувствует на себе. История о том, что до каждого дойдет так или иначе трансформация российской власти, и что не удастся от этого никаким образом избежать, она где-то там, вдалеке, где-то потенциально. А вот здесь горяченькие хрустящие купюрки, на которые можно купить дорогие украшения, красивый дом, спортивную машину, съездить куда-нибудь отдохнуть шикарно, но вернуться потом и заработать еще денежек в России, потому что, ну, где еще столько заработаешь? Эта тусовка в Москве не только, она, соответственно, посмеивалась над уехавшими и всячески избегала политических тем. Но проблема такого рода оппортунистов в диктатуре заключается в том, что теперь недостаточно просто не быть против. Нужно быть за. Ты должен демонстрировать, что ты всячески поддерживаешь партию. Ты больше не имеешь права на самостоятельность, ты не имеешь права на свою личность, ты не имеешь права даже на ограниченную свободу. Твоя жизнь теперь полностью принадлежит диктатору. Если ты пошел на сделку с совестью, то ты теперь его с*****. И ты всю жизнь будешь стоять на коленях. Выбирая между позором и поражением, ты в итоге хапанешь и того, и того. Очевидно. Потому что для многих из них казалось, что, знаете, ну вот это вот один раз переступить через себя, один раз промолчать, один раз сделать вид, что ты ни при чем, и все, и дальше ты можешь существовать, как и раньше. Но нет, требования всегда будут увеличиваться. Ты уже прогнулся, из тебя уже можно видеть веревки, поэтому из тебя будут это делать. Но тебя еще и не уважают как личность. Ты больше не являешься значимой фигурой, поэтому тебя даже никто не предупредит, как именно тебе можно или нельзя поступать. На тебе будут просто показывать пример остальным. И ровно это и произошло с довольно выборочно взятыми звездами с этой вечеринки. Поэтому от Ивлеевой отказываются рекламодатели, те самые рекламодатели, которые были спонсорами этой вечеринки, и которые сидят и молятся, чтобы, не дай бог, никто об этом не узнал. Тебя вырезают из новогодних комедий, как Тинатин Гивиевна вырезает Филиппа Киркорова из какой-то очередной новогодней поделки. Тебя вымарывают с твоих же концертов, точнее с объявленных концертов, есть ты Дима Билан, Лолита или, кстати, Анна Асти. Это прямое следствие принятого ими решения. Им теперь придется, не конкретно этим персонажам, а всем, всем артистам в России, всем жителям России, всегда жить на коленях перед диктатором. Это не разовая акция, не разовое мероприятие. Это будет теперь постоянно. Теперь вам указывают, как жить, не только в отношении политики, войны, а в отношении всего, что с вами связано. Вы теперь в диктатуре. Обернитесь, оглянитесь. Нормальной жизни больше не осталось. Да, может быть, это будет прилетать к вам не каждый день, а может быть, кого-то вообще пронесет. Но базово теперь вот этого пространства, даже частичной свободы нет. Поэтому включайте камеры и готовьте извинения. Но знаете, что самое интересное? А извинения не помогут. Извинения в таких ситуациях показывают, что ты все делаешь правильно. Но тот, кто заставляет извиняться, тебе никогда не бывает достаточно, тебе мало. Если ты кого-то прогнул, и он прогнулся, то это значит, его можно гнуть дальше. Вы можете увидеть это по реакции тех же самых задканалов. Они радуются тому, что происходит. На самом деле эти задканалы даже не понимают, что они не имеют никакого отношения к произошедшему. Буквально. Ну нет, может быть, конечно, какой-нибудь военный именно в задканалах увидел фотографии с этой вечеринки и донес что-то до Путина. Но даже это не так важно. Путин возмутил, а не сама вечеринка. Путин увидел в этом возможность. Не обязательно Путин. Может быть, в целом администрация президента. Возможность продемонстрировать, как изменились правила игры. Возможность продемонстрировать, что теперь все должны ходить с троем. Возможность продемонстрировать, что теперь нет трех позиций, когда ты за власть, против власти и тип нейтрален. Нет, ты либо за власть, либо ты враг. А врага будут уничтожать. Уничтожать финансовые. Все твои предыдущие регалия. Будь ты хоть народным артистом России или какие там звания у Филипты Киркорова, я уж не знаю, и всенародным любимцам, это тебя не спасет. Потому что ты уже продемонстрировал, что ты слабый, что тебя можно задавить. С Аллой Пугачевой ничего уже сделать нельзя. И ее и не пытались глобально отменить внутри России. Фильм против нее, который готовил НТВ, так и не выпустили. Или Первый канал, я не помню. Потому что она как раз показала, что она не слаба. Она показала, что ее не продавить. Она показала, что она не продается и не покупается. Да, это не привело к тому, что война остановилась или не привело к тому, что россияне все массово стали против войны. Но как минимум, она показала, что она личность. Остальные же показали, что да, из них можно бить веревки и молят о прощаде и прощении, но молят буквально у садиста и душегуба. Поэтому прощения не будет, так как они это просто показательный пример для всех остальных. На их примере хотят научить всех тех артистов, актеров и бесконечный ворох всех известных людей, что смотрите, мы можем сделать с вами что хотите. Поэтому перед походом на каждую вечеринку, перед каждой экстравагантной выходкой позвоните в администрацию президента, набежите письмо, узнаете, что происходит, узнаете, можно вам это делать или нет, а лучше съездите на Донбасс, попойте там, спляшите, покайтесь, и это даст вам какое-то количество очков и может быть с барского стола несколько концертов. Россия теперь это страна победившей серости, хунвейбинов, которые хотят, чтобы все вокруг было таким же серым, военным, уничтоженным, людоедским, чудовищным. Теперь люди, вот эти самые шариковые, которые раньше были просто маргинальным посмешищем, это такие штурмовики времен ранней нацистской Германии, еще до Второй мировой войны, которые ходят со своими свастиками и рассказывают, а вот здесь не то висит на витрине. Уже почти сжигают книги, но как сжигают, как минимум уничтожают их, книги иногентов и всех остальных. Вы знаете, это же был процесс постепенный, это все начиналось довольно давно, когда только начали маркировать иногентами, но каждый в обществе считал, что это не его проблема, и его она не коснется. Что где он, а где там какие-нибудь вновь странно появившиеся статусы иногентов? Где он, и где война в Украине, которая начала Россия в 2014 году? И прочее, и прочее. Где он, и где штабы Навального, которые закрывают по беспределу, и где сам Навальный, которого пытаются убить, а затем сажают за решетку? Но все доходит, все приходит, дойдет до каждого. И что самое интересное, теперь в отсутствии физической оппозиции в России, по крайней мере, на свободе, теперь у силовиков и у тех, кто играет во все эти игры со стороны администрации президента и остальных, больше нет целей среди оппозиции. Теперь они будут мочить своих, и мочить все больше, и жаднее. И мочить как заблагорассудится. Нет никакой гарантии, что вы там, соблюдая какие-то законы, в том числе антиконституционные, себя обезопастие. Нет. Посмотрите, что сейчас вот происходит. Значит, этот мутобор, туда пришли, и что там у них? Алкоголь они как-то не так продавали, якобы. Значит, в ФНС пришли к Ивлееву и сказали, что у нее какие-то налоги не заплачены. Собственно, ну, Киркорова удалили с ТНТ и отовсюду. Значит, у Лолида закрывают ее концерты. Все эти люди пошли на компромисс с совестью в какой-то момент. Все эти люди отвернулись, когда уничтожали людей до них. И все эти люди теперь подвергаются сами этому астракизму со стороны государства. Что они будут делать, непонятно. Кто-то, может быть, все-таки как-то договорится. Может быть, скоро мы увидим дуэт Ивлеевой и Киркорова, не знаю, в руинах Бахмута, или еще что-нибудь такое. А может быть, они уедут из страны, поняв, что на самом деле все будет становиться лишь хуже, и приняв единственное разумное решение в сложившейся обстоятельности. Черт его знает. На самом деле, в этой истории абсолютно не важны фамилии и лица. Не важно, Киркорф это не Киркоров, Билан не Билан, Лолита не Лолита, а Настя или нет. Вообще не важно. Это система, которая решила, что теперь она будет транслировать традиционализм, хотя не до конца понятно, в чем именно он заключается. Это система, которая решила, что теперь она будет работать на показ. Это система, которая решила, что она хочет оставаться серой и людоедской. Что она хочет максимально закрыться. и что она хочет, знаете как, привести всех к своему знаменателю. То есть вот эти вот все бесконечные доносчики, затканалы и прочее, они же не живут лучше от того, что у Киркорова забрали какие-то передачи, о ювелеевые контракты, нет. Они просто радуются, что они в дерьме, эти затники. И теперь те тоже будут в дерьме. Им нравится, чтобы все было в дерьме. И это новая идеология России, точнее старая, надоведенная до абсолюта. Это та же идеология, по которой Россия пытается уничтожить Украину. Не потому, что Россия будет от этого лучше, а потому, что Украине будет хуже. Такая попытка замазать все вокруг. И каждый человек в России, особенно человек, у которого есть возможности для того, чтобы как-то изменить траекторию своей жизни, должен это понимать. Дальше будет становиться только хуже, особенно в преддверии выборов. Православие, самодержавие, народность покажутся детским лебедом на фоне того домостроя, который власть будет делать и вид, что она строит. Потому что, конечно, пока Владимир Путин посреди двух Иисусов рассказывает о том, как важно, значит, там рожать, о том, как этнические русские основы всего в этом мире и прочее, на самом деле в своем дворце из позолоты он что только не вытворяет в зале с кальяном и стриптизшистами, потому что за закрытыми дверями, в своих позолоченных просторах, Владимир Путин со своими любовницами, от которых у него есть дети, продолжает вести тот образ жизни, который ведет настоящая российская элита. Настоящее не в том смысле, что это действительно милитарные, очень умные какие-то интеллектуалы, а тем, что это просто те люди, которые окружают Владимира Путина, тот самый кооператив «Озеро», который зависает на яхтах с Настей Рыбкой, которые рассказывают, что там проходят какие-то невероятные орги, или которые приказывают убивать людей. Любой российский солдат в тысячу раз аморальнее, чем рэпер с носком на члене, потому что рэпер с носком на члене никого не убил, не пришел в чужую страну, не выпускает ракеты по жилым домам, не уничтожает людей в буче, а российский солдат все это делает. Поэтому, во-первых, не давайте себя обмануть ложной моралью, а во-вторых, смотрите на все это не с точки зрения собственных эмоций, а на трансформацию российской реальности, очередное показательное событие, которое мы увидели. И многие, видно, что не понимают этих изменений. Сколько было разговоров, особенно не среди Z-каналов, а среди тех, кто привык к лицемерию режима, в точке со стороны оппозиционных спикеров, сколько было разговоров, что ничего не будет вот с этой вечеринкой, потому что там, значит, всем на все плевать. Изменилась система, пошла трансформация в диктатуру, в форму правления, в которой нельзя делать ничего, помимо того, что сказала линия партии. И это новая реальность, в которой живет Россия. И дальше все будет становиться только хуже. И дойдет это до каждого. Сейчас многие россияне сидят и смотрят такие, ха-ха, получай, Филипп Киркоров. Ну, а до этого Филипп Киркоров сидел такой, ха-ха, получай, Алексей Навальный. Ну, или что-нибудь такое. Дойдет до каждого, и каждый ощутит это на себе. Единственный способ обеспечить свою жизнь, единственный способ обезопасить свою свободу, это сделать так, чтобы путинский режим пал, чтобы была завершена война в Украине, чтобы Россия перестала быть фашистской диктатурой. Ну, а с вами был Майкл Найки, и до скорых встреч, всего доброго. Пока.